В Тамбовской области произошла ротация кадров среди сотрудников МВД. В нескольких муниципальных подразделениях сменилось руководство. Такое решение принял начальник у МВД области Юрий Кулик. 31 августа на должность начальника полиции межмуниципального отдела МВД Расказовский назначен полковник Игорь Валерьевич Ситаев. Руководителя представили личному составу, представителям службы и структур города Расказово, Расказовского и Бондарского районов. Говорили об итогах работы полиции и планах на будущее. Анатолий Юрьевич Желтов руководил межмуниципальным отделом МВД Расказовский больше трех лет. Сейчас экс-начальника перевели на аналогичную должность в Анжавинский отдел полиции. Новый руководитель пришел из Мичуринского отдела МВД. Игорь Валерьевич Ситаев работает в правоохранительных органах давно. Закончил Воронежский институт МВД в квалификации юриста. Начинал свою работу оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Тамбовского района. Спустя годы стал начальником криминальной милиции, а потом заместителем начальника отдела МВД по Тамбовскому району. С 2013 года Игорь Валерьевич был переведен на руководящую должность в Мичуринский отдел полиции. А 31 августа он стал начальником муниципального отдела МВД Расказовский. Опыт, приобретенный человеком работы и в соседнем районе, в Тамбовском, и в таком крупном городе Мичуринске. Я думаю, что этот опыт позволит, тем более опытно-оперативной работы, позволит поднять и раскрываемость, и поднять доверие населения к органам внутренних дел. И я ожидаю, что будет положительный результат. Перемещение кадров среди руководства отделов полиции произошло также в Мичуринске, Мичуринском районе, в Расказово и Инжавино. За последние два года подобных изменений не было. Перед новым начальником сегодня стоит много задач. Сначала необходимо наладить работу со всеми структурами. Только при тесном взаимодействии можно будет добиться хороших показателей и выполнить задачи, которые ставит министерство. Основные направления в своей работе новый начальник уже определил. Это борьба с незаконным оборотом наркотических средств, однозначно борьба с оборотом нелегальной водки и агровым бизнесом. Это требование министерства. И нас действительно люди судят по раскрываемости преступлений и также по этим направлениям, которые я сейчас обозначил. Это очень действительно важно для людей, поскольку, ну вы сами прекрасно понимаете, что люди испиваются, если мы говорим о обороте алкогольной продукции на фальсификате, на этом именно. Если наркотики, то вообще говорить, то люди просто-напросто гибнут, можно сказать. Ну и игровое оборудование, именно игровая деятельность также просто оставляет семьи без денежных средств, детей, без средств существования. Поэтому, естественно, этим нужно заниматься, заниматься благотворно. Вместе с тем, ведомственная оценка показала, что отдел занимает предпоследнее, 14-е место среди остальных по области. Об этом сообщил на заседании начальник УМВД Юрий Кулик. С положительной стороны была отмечена организация работы по раскрытию преступлений по горячим следам. Снизилось число нераскрытых преступлений против личности. Увеличилась раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям. Уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Показатели деятельности полиции необходимо улучшать, подчеркнул Юрий Кулик. В связи с имеющими недостатками обеспечить лукосинтное управление на приятель к реализации приоритетных направлений предусмотренных директивов, руководителям всех уровней установить жесткий контроль за выполнением полного надреза задач по сторонам министра по укреплению учетно-регистрационной дисциплины. С учетно-регистрационной дисциплиной мы каждый раз каждое совещание обязательно касаемся. Уже нужно навести порядок и никогда не касаться этой темы. Все, что поступает по различному, по телефону, все должно быть регистрировано. И по нему реакция будет встать. Посмотрите по выезду следственной оперативной группы на место происшествия. Выстроены регистры. Расскажите преступление по горячим сюрплям. Работа полиции должна быть результативной. Для этого необходимо иметь отлаженное взаимодействие со всеми структурами и местной властью. Руководители Рассказово, Рассказовского и Бондарского районов к сотрудничеству готовы. Совместная деятельность поможет органам правопорядка работать для населения более эффективно. Ирина Птуха, Максим Соколинский. Новости ТВ Рассказово.